Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы с тобой продолжаем снова играть в Trader Life Simulator. В предыдущей серии мы купили, как её называют, экспортную компанию и кучу кур купили. 800 штук с лишним мы купили этих кур, и в этой серии мы с тобой, знаешь, чем займёмся? Мы с тобой займёмся покупкой... покупкой коров. Я думаю, коровок мы с тобой накупим, и может быть даже купим гоночный автомобиль. Или же прибережём это к нашей юбилейной серии. Там получается какая-то 30-я будет серия следующая или нет? Я уже даже не помню, я со счёта сбился, честно тебе говорю. Ну ладно, посмотрим, как пойдёт. У нас сейчас продажи, не продажи. Сколько у нас тут денежек сейчас снимется с кассы? Неизвестно. 7400. Нам хватит пока что только на закупочку какую-то такую, знаешь, бедненькую. Многие пишут, что вот тебе не стоит, ну, тебе не нужно больше ездить к Джабберу. Я понимаю, что не нужно больше будет ездить к Джабберу, но такие товары, как овощи, фрукты, компьютерные компоненты какие-то, они не заказываются у Джаббера. Следовательно, нам придётся ездить всё равно. Как бы не даёт нам разработчик покоя и не хочет, чтобы мы сидели на жопе ровно и заказывали всё через планшет, через компьютер. Но дело-то не наше. Брэдстик, хлебные палочки, багет, бинсы, это вообще фасоль, животная еда, бургеры, кейки. Давай, короче, всё закажем. А у нас нет ничего на карточке. Пойдём, кинем туда пять рублей. Пять рубликов, я думаю, будет достаточно. Как ты считаешь? Да, кстати, мы столкнулись в прошлой серии с огромным, с огромным, с огромным, с огромным недочётом. Вот этого режима десяти иксового, то бишь весь доход должен умножаться на... Должен умножаться на... Но он не умножается на, понимаешь? Он умножается только с кассы на эти десять единиц. То есть умножается на десять только с кассы. Остальные же деньги, которые приходят с трейдинговой компании, с экспортной компанией, они все не умножаются. И то есть мы потратили полтинник и не получили ничего. То есть получали бы по десять тысяч с этой компанией, было бы классно. Блин, пятьдесят потратил, десять получаешь. Было бы здорово. Но пока что придумали, пока что не сделали. Видимо, может это баг, может быть это на самом деле так и должно быть. Короче, не знаю, может быть поправят. Багет. Хлебные палочки. Блич-эс. Это, по-моему, отбеливатель. Бургеры. Кексы. Кэш-хеус. Я не знаю, что это такое. Заодно сейчас и узнаем. Чипсы. Нет, чипсы РМ мне тоже нужны. Как же я без них? Их покупают только в путь. Шоколадное молоко. Обязательно шоколадное молоко. Большое. Чистящий спрей. Как без него? Ага. Готовищее масло. Маленькое, большое. Печенюхи. Корнфлейкс. Это... Типа кукуруза флейка. Что это такое? А, кукурузный хлопец, скорее всего. Капкейк это... А, капкейк это и есть кексы. А что тогда было кейком? Пирог. А, да, это пирог. По цене так оно и есть. Капкейк был? Не знаю, был или не был. Будет еще кофе. Естественно, заказываем. Обязательно, кстати, подпишись на канал, если ты не подписался до этого. И до этого еще не подписался, не прокомментировал, не поставил лайк. Обязательно это сделай сейчас. И пропустил я экплент. Экплент это что такое? Сажальные яйца. Растительные яйца. Я не знаю, что такое мука. Вот муку знаю. Хэнд воши тоже купим. Ручных вошек. Их надо покупать. джем. Неудобно это все дело сделано здесь. Была бы корзина, типа, как на сайте. Знаешь, натыкал в корзину и все. И, казалось бы, да, ничего страшного и сложного в этом нет. Но разработчик, видать, тоже тянет все это дело. И в каком-нибудь обновлении 3.0... Не знаю, заказал или не заказал, но будет заказал. И, возможно, в каком-нибудь обновлении 3.0 будет у нас с тобой нормальный интерфейс в доставке. Пока еще неизвестно, когда это что будет, когда не будет. Но будем с нетерпением ждать всех этих обновлений. Потому что игра на самом деле хороша. На самом деле она мне нравится. То есть, несмотря на все эти минусы, цену, по крайней мере, несмотря на цену этой игры, она хороша. Она... Она простая. Она простая. Тем более, с учетом того, что здесь есть офигенный режим с умножением дохода. Вот этот легкий режим, он нам просто облегчил путь. Облегчил игру. Облегчил все просто. Облегчил зарабатывание денег в 10 раз. В 10 раз. Ты представляешь, сколько бы мы с тобой снимали еще серий, чтобы... Накопить столько деньжищ. Мы 3000 в день еле-еле зарабатывали. А тут получается хренак. И просто за утро заодно ты... Компьютеры кончились. За утро заодно ты зарабатываешь денег больше, чем... За целый день. Кстати, да, тележка... А, тележка вот она. Тележка здесь. Погнали. Погнали, возьмем все продукты. Вот мне не нравится то, что здесь без маркировок. Хотя я и прочитал, что они добавили маркировку. Так я и не понял, куда они ее добавили. Видимо, не для нас, простых смертных, они ее добавили. Куки файлы. Куда нам можно поставить? Куки файлы, наверное, вот... Вот сюда, да, куки файлы-то? Наверное, да. Яйца в холодильник. Гурох. Гурох должен стоять вот здесь. Мне не нравится то, что... Стол берется... Ну вот, стол берется, стол убирается только в инвентарь. А если бы разработчик придумал, чтобы можно было брать его в руки, было бы очень здорово. Чтобы просто его передвинуть. Я не хочу, например, убирать его в инвентарь, чтобы потом вот так вот по одному предмету с этого стола передвигать. Мне абсолютно это не прикалывает. А было бы... Как я сказал, было бы вообще классно. Так, а у нас с тобой здесь стояло две полки-то, да? Да, две полки стояло. Угу. Вот так. И так вровень. Здесь зазор маленький. Здесь зазор тоже милипиздрический такой прям вообще прям, да? Да, вообще отлично. Ровно с первого раза ставится. Ты представляешь, насколько мы надрочились в эту игрушку? Можно заметить новую игрушку. Она немножко заляпанная. Не знаю, почему она такая заляпанная. Я ее вроде только что помыл. И теперь у меня не водичка, а кофеек. Потому что я прямо что-то спать хочу. Горошек будем раскладывать вот сюда. Давай разложим. Хотя, блин, наверное, надо было просто сначала раскидать по магазину продукты, чтобы примерно понимать, куда что класть. А то мы сейчас, блин, этот горох будем выкладывать и... будем медитировать с этим горохом. Вот яблочки бы куда-нибудь поставить. Яблочки, наверное, нужно будет нам влепить вот... Вот на вот эту полку скорее. Хотя нет. Хотя да, чё бы нет. Все фрукты, овощи вот на этой полке будут стоять. Давай подальше вон туда вот перекинем. Все это дело, чтобы оно не мешалось под ногами нам. И... Все. И в целом все. И будем раскладывать с тобой товары. А потом, потом... Потом с тобой поедем покупать животину. Ну или же машину гоночную. Пока еще неизвестно. Пока еще непонятно, что мы будем с тобой покупать. Ясно только одно. Играть мы будем в нее до бесконечности. Пока народ смотрит. Пока народу нравится. Мы будем играть в нее. Хотя, не то чтобы прям играть. Я планирую снять примерно 30-31 серию. Я не знаю, сколько нужно серии снять по этой игре, чтобы сделать все. Хотя я могу закончить вообще с этой игрой в этой серии. Но это будет неинтересно. Так грустно получится. Подгузники, подгузники мы ставим вот сюда. Кукурузные хлопушки ставим вот сюда. Мука. Это мука или чистка туалетов? Чистка туалетов. Это вот здесь. Я что, должен угадывать, что получится? Вот. И по-хорошему-то можно прямо вот сейчас взять и закончить эту игру. Но нет, я так делать не хочу. Я сниму эту серию и следующую серию. И тогда мы, может быть, закончим. У нас должна быть серия, где мы закупаем весь товар, абсолютно весь, и расставляем его на этот. Как его? Ну, короче, ты понял. В магазине расставляем. Вот когда мы это все сделаем, тогда можно будет сказать, что мы завершили эту игру. А пока что, пока что мы только можем об этом мечтать. Мощь и средство будет вот здесь стоять. Кешью будет стоять. Бабабабабабабабабабам. А кешью будет стоять вот здесь. Пусть кешью стоит. Вот здесь вот вообще полукруглый должен стоять этот полукруглый прилавок, на котором будет стоять всякие вот, всякая шуршера по типу зубной пасты, по типу вот этой вот мытья для рук, вот что-нибудь такое вот должно стоять здесь. А то мы мучаемся, раскладываем все это дело на большие полки, а по факту-то можно это все дело поставить, вот как я сказал, и все, и будет хорошо и красиво. Стиральный порошок также к людям относится, наверное, да, стиральный порошок там или здесь. Блин, ну стиральным порошком мы моем эту, вместе с умягчителем это все должно стоять, наверное, да, вон там поставим стиральный порошок, пусть стоит. Растительное масло S, пока еще не придумано, а, придумано, что же не придумано-то, но вот тут вот стояло, вот тут большое, вот тут маленькое стояло, да. Корм для животных в консервы, пусть там человеческие консервы стоят, но, ну и ладно. Сладкую кукурузу тоже в консервы, андулин ставим вот сюда к холодильнику, мне кажется, я сейчас сам запутаюсь уже и забуду, что куда я ставил. Оливки спрей, прям как русская рулетка, просто постоянно все меняется и меняется. Баклажаны к консервам, бобов тоже туда поставим. Умягчитель мы уже, конечно, расставили, но можем расставить и еще, пусть вон там стоит. Рис, пускай здесь. Кофеечек. Блин, вот кофеечек, наверное, вот сюда с чаем надо поставить. Да, мы здесь хотели... Или нет? Печеньки, чай, кофеек. Вообще, вот здесь вот это все было. Если мне память не изменяет, даже я что-то могу забыть. Не то чтобы могу, я забываю постоянно все. Все, багет нам в хлебную полку, вот эту вот надо поставить. Кекс в морозилку. Чипсы Ре, чипсы Ре вот здесь. Чай также сюда. Шоколад вот сюда. Отбеливатель С к отбеливателю Ле. Должно ставиться торты, мы ставим вон туда. Пусть покупают целыми коробками. Хлебные палочки, это было молоко, это была не хлебная палочка. Чтобы не перепутаться. Сахар был. Сахар мы кладем сюда. Зубную пасту мы опять же ставим вот сюда. Сколько же я на заказывал-то? Чипсы обычные ставим вот сюда, это на полу лежит. Возьми огурец и положи вон туда. Оливочки в консервы. Шоколадное молоко Ле вот сюда. С тоже сюда. Ведро для мороженого сюдашеньки тоже. Вообще по-хорошему не сюдашеньки, а вот сюдашеньки. Хлебные палочки сюда. Это было что? Пшеничное печенье, пусть здесь стоит. Оно, здесь чай, кофе потанцуем, все здесь. Варенье в консервы, мне кажется, у нас уже места не хватает. Бургер. Блин, что-то коробок очень много. Соус вообще в полукруглую полку должен влезать. И стоять он должен вот здесь где-то. Ну ладно, поставим его вон туда, в полукруглую полку. Макароны берем и ставим вот сюда. Легкая закуска на прилавке пусть стоит. Морепродукты в холодильнике. Сколько коробок-то осталось? Одна? Растительное масло Ле. Растительное масло Ле стоит вот тут. Короче, мы с тобой начинаем с химии. По моим предположениям, предположениям, мы больше не играемся с лестницей ввиду ее офигенной физики. Просто я в прошлой серии матерился, не представляешь как. Хотя что-то не представляешь, ты же смотрел прошлую серию наверняка. И как меня там закинуло, хрен поймешь куда, в крышу. И мне пришлось перезаходить. Это было самое неприятное, что было только в этой игре. Да что такое ты делаешь-то? Вон туда, да, молодец. Хочу поставить. Так, а ты-то почему криво стоишь так? Угу. Ой. Ладно, будем вот так вот сидя ставить эти все приблуды. Так игра не матерится и позволяет нам раскладывать как мы хотим. Ну, практически как мы хотим. Немножечко, конечно, не прям уж, но... Вот так. Смотри, как все красиво. Ага. А то я думал, красота. Красота неописуема. Просто шампуни, шампуни стоят внизу, но мы возьмем штиральный парафок. Штиральный парафок мы возьмем и поставим его вот сюда. Ну-ка, поставься. Просто это как бы умягчитель. Это же ведь кондиционер, я так понимаю, который используется в стирке. То есть, стиральный порошок используется также в стирке. Следовательно, мы должны его поставить рядом с кондиционером. Люди приходят, говорю, покупают себе что-то для стирки. И тут все лежит в одной куче. Это, во-первых, удобно. Во-вторых, это практично. Во-вторых, это экономит время покупателя. В-третьих, это экономит наши нервы. Мы не думаем, куда нам нужно это все поставить. М-м-м. Порошки стиральные разложи. Сколько можно цеплять коробки, которые тебя не просят цеплять? Вообще, мух. Так, вот этой стороной все правильно. Угу. Угу. Теперь мы, короче, с нетерпением ждем следующего обновления, где будет денег X20, чтобы мы могли стать миллионерами просто. Просто станем миллионерами и все тут. Как бы это так недолго. Но мы и здесь миллионерами почти можем стать. Тут недолго нужно играть, чтобы накопить столько денег. Блин. Досадно, досадно. Ну ладно, поставим вот сюда пока что. Пусть стоит. Здесь она никому не мешается. Ну, стеллаж выглядит немного более законченным, так сказать. Нам осталось лишь разложить оставшуюся химию и будет вообще, наверное, красота. Если нам... Если у нас не раскупят все, пока мы раскладываем вот этот... Вот эту полку. Зачем я закладываю всю стену, я не знаю. Можно же было просто разложить, вот как я начал раскладывать. А-ля в глубину, а не в ширину. Но это уже вопрос второстепенный. Такс. Ткань. Ткань, 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 ткань. Ткань это... А-а-а, это ерундовина. Ну, давай на нижнюю полку это будем складывать. И складывать вот так будем с тобой ее. Ввиду ее маленького размера и непрактичного размещения вдоль стены. Потому что если вдоль стены раскладывать... Хотя-то тоже на то же. Выходит, что наша по ширине-то одинаковая. Да? Или нет? Что за жизнь такая? Ладно, давай его сюда поставим. Мне кажется, там три должно вмещаться прям за глаза. Никто не должен мне мешать поставить три штуки в глубину. А вот мешает, вот мешает. Что ж такое-то? Ну ладно, будет вот так стоять. Ничего страшного не случится. Криво-косо, но пойдет. Ну, в целом, раздел с химией у нас с тобой более-менее заполнен. Вот тут вот очищающий спрей нужно поставить немножечко вот... Обычный спрей чуть-чуть вот сюда вот, а очищающий бросим вот сюда. Будут спреи все у нас с тобой вот в этом вот углу стоять. Думаю, это грамотное решение и вы его поддержите. Вчера вышло аж две серии по трейдер-лайв-симулятору. А знаешь почему? Все потому, что я записал наперед на один и вышло обновление. И мне пришлось с обновлением еще играть, чтобы люди много не писали, что вот обновление вышло, а ты проходишь еще старую версию. Я такой думаю, блин, надо записать, короче, еще одну серию игры. Хрен ли бы нет. И выложить сразу их несколько... А, моющие средства, елки-палки. Это вот сюда, это вот сюда. Мы заказываем и ставим вот сюда. Думаю, люди сейчас скажут, хрен ли ты записываешь старую версию. А мне, кстати, уже начали подписывать. Да, один написал человек, что вот там уже вышло обновление, там все дела. Я говорю, да, выйдет видео с обновлением через там сток-сток-то восток-то по сток-то по МСК и жди. Благо, у меня подписчики и зрители адекватные. Ты же из таких? Я думаю, да. Я думаю, у меня среди зрителей нет неадекватных людей. Хочется в это верить. Знаешь, я тебя все равно люблю таким, какой ты есть. Спасибо большое, что подписан на мой канал и смотришь мои видео. А если ты пишешь комментарий, то ты вообще бесценный. Просто я тебя обожаю. Да-да-да. А ты как думал? Спрей. Спрей мы ставим опять же вот сюда, потому что у нас места такое. Места маловато. Эй. Не влезло чуть-чуть. Чуть-чуть прям не влезло, представляешь? Сколько там еще-то? Одна должна остаться. Одна, правда, да. Все. Лепота. Выглядит неплохо, кстати, хочу заметить. И мытье рук давай расставим. Не в эту сторону. Вот в эту сторону крутись. И да, я решил, короче, знаешь чё? По The Tenence вопрос какой. Я прохожу вот эти вот три игры, получается. У меня The Tenence, House Flipper и Trader Live Simulator. С трейдером ладно, трейдер закончится уже в скором времени. Если обновлений так часто не будут выходить, каждые два дня там, например. То мы закончим с ним на ближайшее время. С The Tenence я решил пройти побыстрее. То есть в House Flipper выходить будет немножечко... Не будет, точнее, выходить. Хотя бы еще дней пять, наверное, он не будет выходить. Возможно, он выйдет в следующие выходные. Ну, не в следующие, а вот в выходные. Потому что я хочу закончить с The Tenence. Так как он как бы идет, идет и идет и идет. То есть сейчас по The Tenence будут часто выходить серии. И все, в принципе. Чё я могу сказать? Пойдем сгоняем в Тубзолет. Нам еще помыться по-хорошему и пожрать. Ну, помыться, ладно, подождет. А вот пожрать не подождет. Пожрать нужно всегда. Как говорится, война войной, обед по расписанию. Прикинь, он только что мне взял и единицу прилепил. Ну, это вообще как-то... Это обидно. 22 тысячи долларов собрали мы с кассы. Сколько мы заработали? 3 496. Офигеть. Это много. Ой, это много, на самом деле. Много, да. Но знаешь, почему мы так много заработали? Потому что здесь есть такая штука, как... Как, как, как... Вот здесь вот где-то я только что видел. Где-то видел здесь. Где-то вот тут вот прям видел. Но не суть. Где она тут есть? Вот. Вот. Trading Company. И дальше Exporting Company. В итоге они нам дали 1150 долларов. Получается, что мы просто-напросто 2000 долларов как торговали, так и торгуем. Представляешь, сколько бы мы копили на то количество кур, которое у нас есть? Я не представляю. Это было бы миллион лет просто. Длилось бы все это, и все равно в итоге мы ни хрена бы не накопили. Отбеливатель S сюда. Отбеливатель L вот сюда. Ставим отбеливатели. Я просто думаю, что сейчас мы поедем покупать все-таки коровок. А в следующей серии мы накупим... Точнее, не накупим. В следующей серии мы купим гоночный автомобиль. Потому что мы можем себе позволить все-таки в конце концов такие спонтанные траты. С учетом наших заработков-то почему бы и нет. Отбеливатель L уже стоит. Подгузники стоят. У меня все стоит тут. И я просто покупал сверху. Ладненько. Так, что это? Средства для чистки туалетов. Это у нас вот тут стоит. Тутова. Тутова берем. Ставим вот сюда вот. Угу. 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 Хотел я пройти, значит, вот эту империю зла вторую, как она там называется. Корпорация зла. Вторую часть. Первая там вышла хрен знает в каких годах еще. А вторая вот совсем недавно вышла. Но что-то я подумал, что покупать мне ее не камильфон, а что-то стоит... Ну не прям уж дорого, но как-то она прям дороговато стоит. Я думаю, что она вам будет не особо интересна. Вот. А так ты до сих пор вполне можешь писать в комментариях, что там хочешь посмотреть, как ты хочешь посмотреть. И мы обязательно это будем проходить. Да, кстати, я совсем забыл про рафт. Про рафт я забыл, знаешь, почему? Потому что... Потому что у него абсолютно нет времени. Ты понимаешь? У нас с тобой четыре игрушки, получается. Но если считать еще и рафт, это вообще не радует меня. Абсолютно не радует. Четыре игры с двумя видео в день, это... Это непозволительная роскошь. Если бы было два видео в день и две игры, вообще без проблем. Сиди да записывай. Сиди да записывай эти две игры. А с двумя видео и четырьмя играми, это вообще не выходит никак. Не получается у меня их записывать столько в таких количествах. Чтобы проходить, успевать рафт. Поэтому рафт будет ждать своего часа. Я думаю, когда-нибудь мы с тобой его пройдем обязательно. Не то чтобы когда-нибудь, я думаю, в ближайшем будущем мы сможем его пройти. Просто пока что про него забудь. Как и про Хаус Флиппер. Хаус Флиппер обязательно пройдем, но позже, чуть-чуть. После Затенненса. Все-таки хватать на себя много игр тоже не здорово. Конечно, это прикольно, когда у тебя есть большое разнообразие на канале. Но кучу таких игр проходить сразу нереально просто. Ты мало того, что теряешься и забываешь, как у тебя даже игры называются эти. Так еще и к тому же... Никакого удовольствия от игры не получаешь. Ты просто играешь для того, чтобы пройти. Сейчас я играю для того, чтобы товар расставить. Вот сейчас я реально играю и наслаждаюсь. Ну как наслаждаюсь? Так, плюс-минус. А в рафт, когда я проходил его на вот запись, мне прям не доставляло никакого удовольствия в него играть. Вот такой вот перерывчик. И продолжаем дальше. Пшеничные печеньки мы... Складываем в самый низ. Считаю это хорошим вариантом. Хорошим решением. Да и вообще просто почему бы и нет. Вот такая вот у нас пауза сейчас произошла. Я просто кое-что забыл сделать и сделал это. Но тебе об этом знать не обязательно. Так, ладненько. А вот чаек можно сюда, наверное, да, разложить? Или кукурузные хлопушки? Да, кукурузные хлопушки лучше разложим. Хотя это тоже коробухи маленькие, а их можно было бы поставить вот сюда куда-нибудь. Ладно, кукурузные хлопки подождут. А вот чаек. Шоколад. 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 Да шоколад тоже ерунда. Шоколад можно вот сюда вот набросать. А вот чаек, опять же повторюсь, занимает такое большое пространство. Достаточно большое пространство. И поэтому предлагаю его поставить вот сюда. Молодец. Кривовато, косовато, но пойдет. Вот это красота. Вот это... На коробку-то зачем вставать? Дурилка-то. Там не видно, с той стороны видно. Ёлки-палки. Вот это я молодец. Вот это я наставил. Ладно, пусть чуть-чуть торчит. Продам, когда тогда и будем думать. Как это умещать-то? Кто такие большие коробки придумал? Для чая. Двухкилограммовые коробки чая. Жуть. Наши любимые шоколадки Титфортад. Раскладываем их поровней. Ну, как поровней? Как получится, конечно. Но поровней хотелось бы все равно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот так вот, оп. Оп. Собака такая. Представляешь? Не хочет складывать. Не хочет складывать. И как вот жить с этой бедой? Никак. Вот, нормально. Кфеек мы поставим вот сюда. Не очень логично, конечно, получается, но... А где бывает еще логика? Где ты в последний раз видел вообще логику? Я тоже не помню, где я ее в последний раз видел. Так что... Вот так тоже пойдет. Нужно сегодня будет посмотреть с тобой... Пойдем посмотрим сейчас, сколько денег принесла нам ферма. Если она приносит так же 570 долларов, это... Это просто трэш и позор полнейший. Мы накупили там этих кур 800 штук. И если они так же дают 570 долларов, как и... То этого 10 кур давало, то... Вообще глупость получается. Просто других слов у меня не будет, если она реально даст нам 570 долларов. То ли там стоит лимит на какое-то количество животных. То бишь там до 15 животных дается прибыль. А после 15 хоть сколько их купи, один хрен останется на прежнем уровне. Я не могу ничего пока сказать. Поэтому не будем хаять разработчика. Сколько шум нет тут еще расставлять и расставлять. Ладненько. Кешью мы отставим пока. Рис, куки, файлы. Мне масло нужно растительное. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда. А вот это вот сюда. Жуткое зрелище, когда видишь столько коробок, которые тебе нужно разгрузить. Расставить. Это прям обидно, досадно. Я говорю, реально, нужно сюда нанимать мерчендайзера. Как он не мерчендайзер, как работник торгового зала. Чтобы он просто брал и расставлял этот товар. Но это прям невыносимо. Просто ходишь и расставляешь товар. Ходишь и расставляешь товар. Что делать? Что делать-то, блин, кроме этого? В этой игре больше никаких развлечений-то и нет. Кроме как покататься на машине и порасставлять товары. Ладно, давай в ускоренный режим перейдем. Будем расставлять не ровно, а просто по факту. Расставлять и все. Рис. Рис мы поставим вот сюда. Куки-файл. Куки-файл это печенюхи. Печенюхи ставим вот сюда. Так что давай-ка вот сюда вот передвинем и... Пусть здесь стоят. Ну-ка, ся. Ну поставь-то, ну. Великолепно. Жопой, конечно, товар расставил. Ну и ладно. Кола. Кола. Кола мы ставим вот сюда. Ты спросишь, зачем я ее кладу в холодильник, но я же уже объяснял. Потому что... Кто покупает холодильник, ой, теплый кок-колу? Никто. На улице жаркое лето. Вон, смотри, там вон. Солнышко. Люди ходят, гуляют. Сейчас уху почешу. Люди ходят, гуляют. Радуются. Бабочки летают наверняка, просто мы их не видим. И все это в жаркий летний день. И, естественно, что ты хочешь в жаркий летний день? Попить холодненькой водички, да съесть мороженого. Все. Вот тебе вся радость. Естественно, в наш магазин будут заходить, покупать холодную газировку и пить ее. Почему? Потому что у нас она есть. Я сам на себя не похож, наверное. Ты сейчас смотришь, охреневаешь, как я раскладываю товары. Ну, а что ж поделаешь? Нужно ускоряться. Доходы выросли. Скорость получения этого дохода выросла. Естественно, должна скорость работы вырастать. А то мы ходим, медитируем, смотрим на эти полочки, баночки, скляночки. И тратим кучу времени просто на вот эту вот ерунду с разворотами товаров, еще там с чем-нибудь. А у нас его нет. У нас его с тобой нет. Блин, большое шоколадное молоко нужно было ставить вниз. Но мы накосорезили. Оплачивайте, давай самостоятельно. Там автоматом продление стоит. Ну-ка-ся. Вот. Так что нам нужно работать быстро. И очень-очень-очень хорошо. Йогурты ставим также вот сюда. Это в первой, во второй, в третьей, четвертой, пятой, до десятой, пятнадцатой, двадцатой серии. Мы делали все аккуратно, красиво и медленно. А сейчас нам нужно делать все быстро, 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 чтобы все сделать и пойти дальше. У нас столько игр не пройденных еще. А мы с тобой в одну играем все в эту. Ну прикольно, прикольно. Все, все, все хорошо у нас получается с тобой. Давай еще вот пиццу вот сюда вот только наложим. Это что-то морепродукты. Пицца с овощами и морепродукты. Тоже отличное сочетание. Примерно как и шоколадным молоком. Морепродукты. Была уже у меня как-то такая вплавная какая-то тогда фраза. Что это отличное сочетание морепродукты и шоколадное молоко. Кто не пробовал, попробуй. Только я тебя не заставлял. Если что. А то скажешь, вот ты мне посоветовал, а у меня днище прорвало. А я скажу, нет, я такого тебе не говорил. И по факту же не говорил, я же тебя не заставлял, ты есть. Правильно, правильно. Днище-то твое, ты со мной о нем заботиться должен. Так, бургеры, бургеры, бургеры мы ставим вот сюда. Ну неплохо получается. Смотри, как быстро все получается. Можно же ведь гораздо больше. Ой, кексы, кексы-то уже были. Кексы мне уже некуда ссывать. Точнее, есть куда, но я их не буду раскладывать. Угу, угу. Картошку фри нам тоже особо некуда раскладывать, но... Вариантов как таковых нет. Давай сейчас закончим с этим раскладыванием холодильников и пойдем покупать коровок. Смотреть на доход нашего... Нашей фермы. Смотреть, сколько стоить будут... Точнее, не сколько стоить, а сколько коровок у нас поместится за определенную стоимость. Сколько мы сможем их купить. И закончим на этом. А то уж больно серии длинные у меня. Смотреть. Все. Так, и андулин. Андулин разложим вот сюда. Это ж типа все-таки мясной какой-то продукт. Когда-то был. Возможно. И вафли. Вафли мы положим... Ну, пусть будет вот тут. Погнали. Погнали мы с тобой смотреть. Сколько будет стоить. Точнее, не сколько будет стоить, а сколько мы купим. Сейчас коров. Коров-то много купим. Обязательно купим много коров. Чтобы были они у нас с тобой. Коровки. Почему-то я взял свою старую машину, но... Ничего уже страшного. Я уже на ней поехал. Мужик, давай, бывай. Я за коровами поехал. У нас сейчас игра еле оклемывается от того количества кур, которые у нас были. Лагает. Мам, не горюй. Сейчас она будет охреневать от количества коров. А что это у нас тут такое? А, это тоже еда. Ну, давай. Здесь я даже не стану вырезать. Ну, типа, здесь незачем вырезать. Здесь не так долго это происходило. Правильно? Правильно. Так что погнали смотреть. И попрощаемся. А то уж... А то уж мы просто всю серию раскладывали товары, а тут хрена-ка какой-то смысл появился. Коровки. Коровки все дела. Коровка, коровка, коровка. Сколько мы их купили? На 30 тысяч, да? На 30 тысяч по 560 коров должно быть. О, я их отсюда вижу. И почти даже не лагает. Смотри, как было. 60 фпс, такая осталась. А что, у меня куры пропали, что ли? Почему не лагает ничего? 4,885. Вот. Тут же другое дело. Не, куры там так и остались. Куры и остались. Ну, что-то их маловато. Подожди. У меня было больше кур. Где куры-то все? Куры пропали, прикинь. Куры пропали. Это что такое-то? Реально, было больше кур. Это ты можешь сравнить с предыдущей серией. Вот так нас разработчик обманывает, представляешь? Вот так, короче, сделаем. Нет, вот так. Вот так вот. Ну-ка, 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 встань. Встань, встань, встань. Голову подними. Вот так, отлично. Ну, давайте прощаться. Спасибо за то, что досмотрел серию до конца. Ставь лайк и обязательно подпишись на канал. Прокомментируй и поделись видео с друзьями. До встречи в новой серии, в новых видео. И пока.